Ну что ж, дорогие друзья, время утренней разминки. И начнем мы с того, что вот я сделал мужскую такую часть кольца. Кто в теме, тот понимает, что это за кольцо. Кто нет, тому не надо. И сейчас я буду делать уже женскую его часть. Можно было бы, конечно, просто взять эту часть, здесь повесить. Вот замочек, только этим он отличается. Но, а тогда бы вы не узнали, как я это все делал. Да? Поэтому давайте-ка мы сейчас с вами этим займемся. Я поставил новую коллекцию вот тут. Вернее, вот тут. Новую коллекцию создал. И здесь буду создавать тоже колечко. Control. Shift-A берем в этот самый цилиндр. Уменьшаем его, потому что он должен быть меньше, соответственно. И S по Z. Витягина наверх смотрим. Z, Z. О, слишком тонко сделал. С, Z. Вот так. Чуть будет оно помельче. Хорошо. Если у нас это получилось, то это можем отключить. И здесь, выделив вот эти два кружочка, взяв Z-Face, проведем в нем дырку. Бридж. Бридж. Тенц готов. Так. Теперь сделаем следующее. Выделим вот это кольцо. Скажем. Контур. Shift-D. И начнем его увеличивать. Вот так. Нет. Лучше этого не делать. Ну-ка. Я к тому, сколько мне надо вот этих сделать. Восемь, да? Да. Теперь можно отключить. Восемь. Так. Как тут лучше поступить? Тоже восемь сделать, да? Угу. Точно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, как я и знал. Так, теперь зайдем вверх, скажем R и по Z. И получим вот такую ерунду. В этом случае лучше использовать Extrude и Extrude по нормалям. Вот так, видите? Так вот отлично было бы, если бы мы до этого не сделали Ctrl-R. Надо Ctrl-R сначала сделать. Так, это вот сюда у нас пойдет. Еще раз Ctrl-R. Это вот сюда. Ctrl-R. Два штуки. И S по Z. Вот так будет гораздо лучше. Все. Ну а теперь-то точно можем все это повыбрать. Мне не нравится это двойное отражение. Что это такое? Как будто там еще один сидит. Такое ощущение, что их там два. Когда я Shift-D делал. Видите? Вот это вот. Поэтому я сейчас не буду вас утверждать. Я вернусь. Переделаю. Ну то есть вернемся. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Или семь хватит. Пять, шесть, семь. Вот так. И теперь Extrude по нормалям. Вот оно. Тянем. Нет. Просто Extrude. Вот так по нормалям. Отлично. Есть. То же самое. Теперь делаем здесь, 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 здесь. И тут, 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 тут. Всякий случай Reset всего. И делаем Insert Face. Так вот. Сделали Insert Face. А далее Extrude. Внутри. Вот. Прекрасно. Если бы не так глубоко было, вообще замечательно. Так. А нельзя на все применить БВМ. Допустим. На все. Только давай все применим БВМ. сегменты. И вот это я не понимаю, честно говоря, почему нельзя было применить. Так. Ну ладно. Тогда. Пойдем другим путем, да? Так как у нас геометрия чистая, то мы можем вот так делать. Ctrl B. Как бы немножко вручную. Ctrl B. Ctrl B. И Ctrl B. Так. Таким образом, колечко мы уже застраховали от сминания фазок. Ctrl B. Теперь посмотрим, как это будет работать. Если мы скажем по все. Ctrl. Так. Увеличим. Ctrl B. Да. Отлично. Здесь тоже. Угу. Ну и тут, соответственно. Вот. здесь. Ctrl B. Здесь. Ctrl B. Здесь. Далее. Здесь, скажем. Ctrl R. Подождите. Нет. Не так. Я хочу. Я хочу выявить вот эти. что такое. И insert. Что такое. Insert Face. Тогда. Так. Так. Таким образом, у нас должно все получиться. на крайний случай. Ctrl R. Ctrl R. Здесь. Тоже самое тут. В принципе, должно все хорошо быть. В крайний случай, если эти углы все-таки сомнутся, мы всегда можем здесь Ctrl R сделать и подтянуть еще вот сюда. Так. Правильно? Я говорю. Ctrl R. Вот самое сюда вот подтянуть и здесь Ctrl R. Ну, ничего не сделаешь. Мы работаем с вами с сабдевайзом, поэтому избавляться от ненужных округлостей приходится таким образом. Можешь когда-то придумать что-нибудь другое. А пока вот Ctrl R на врубке. Все. Теперь мы с вами идем в сабдевизион. Сабдевизион. Говорим здесь 3, здесь 3. И смотрим, что получилось. Получилось великолепно, ребята. Что-то еще я могу сказать, что все просто волшебно. Так. Ну, дальше нам нужно сделать эти скобы для нашего замка. Так. Давайте сверху пойдем. Посмотрим. Я думаю, что самое лучшее это можем, конечно, попробовать, сделать, допустим, вот этот момент. Взять так. Так. Довести до суда. Довести до суда. Так. 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 И здесь вот такую штуку получить. Допустим. Так. А далее перевести ее, конвертировать в мэш. Да. Конвертировали. Что-то мне тут немного мешает это. Вот так. Лучше. Так. Конвертировали в мэш. Берем edit mode. Тут вообще можно, вот это вообще можно отключить. Ого. Да что-то привязался. Вот это, да. И в edit mode мы можем его всегда превратить в F. Ого. И теперь E поднять так, как нам нужно. Допустим, вот так. Угу. Смотрим. Угу. Смотрим. Здесь тоже. Ctrl B. Вот так. Там какие-то закоречки получились неприятно. Это не хорошо. Позад. Лучше без них остаться, чем с ними. Что вот тут у нас. Проверяем. Ну конечно тут. Такая бяка. Кому же нам нужна будет. Так. Давайте здесь поработаем маленько. Этот вертик, этот и этот. Все идем в центр. М. Центр. Вот так. И здесь тоже вот этот, этот и этот. Скажем. Ctrl M. А тут скажем, что первое. Вот так-то. Так будет посимпатичнее немножко. Так что здесь у нас на углу. На углу у нас тоже. Первое вот это выделяем. Потом вот это вот это. И говорим, что. Биас первое. Вот так она посимпатичнее будет. Вообще она сильно разделяет, конечно. Что неприятно. Если мы так выделим и скажем, что удалить ненужные вот эти вот. Тогда все будет нормально. Тихо. Ну тут тоже слишком много их. Ладно. Ф. Теперь должно быть нормально. и этот F мы потянем E наверх. Вот такую скобу. Так. Отлично. посмотрим. Можно ли нам ее. Не можно, а нужно теперь нам ее просверлить. Пусть всего болевую операцию применить, но болевая операция потом нам может такие предоставить проблемки. Я вот думаю, что могли по-другому поступить. Если скажем Ctrl R и подтянули вот сюда. Ну нет. Долго, нудно. Не стоит того. Сейчас мы посмотрим, как она себя поведет. Вот в этом случае с subdivision. Ой, нет. Ох. Вот свилин, как говорится. Попробуем немножечко хотя бы сжать ее, вернее. Чуть-чуть ее. Попробуем немножечко хотя бы сжать ее, вернее. Более мягкое. Ctrl A. Ctrl B. Вот так. Ну все, больше ничего не надо. А сюда мы сейчас применим все-таки. Shift A. Попробуем этот самый цилиндр, который огромный. Развернем его R по оси X на 90 и выведем G по X. Поднимем по Z. Не длинная ли она выступает, эта штука. Ладно, посмотрим сейчас. Может быть так и надо. Сейчас чуть побольше сделаем. И G по Y. Ну вот так. Я надеюсь они не слепились. На всякий случай P. Вот так. Так. Теперь надо одно из другого вытащить. Это вот это одно, а это другое. И если мы пойдем на скорбу и скажем, что нам надо ее из скобы курать. Нет. Вот это из вот этого. Подождите. Вот это брать из вот этого. Так, вот это как называется, подождите, вот это назовем тоже скоба, скоба, да, хорошо, вот это цилиндр, его надо убрать из скобы один дифференс, вот все, теперь все нормально. Единственное, что неправильно, мы ее сейчас немножко вниз опустим, джи-джи-джи-джи, по Z-у вниз, вот так, угу, дифференс, все, теперь все хорошо, теперь скобу выделим, вот я все-таки хочу ее немножечко того. А в сентябре его немножечко того, тогда узнали мы все правду по нему. g-джи по x. Вот так, где-то вот так мы сделаем всё равно, вот так. Всё. Далее, скоба, скобой. Да, опускаем его вниз, G, по Z, вот сюда, смотрим сбоку, и с этого сбоку, и видим, что ещё чуть-чуть G, по Z. Так. Угу. И можем теперь, если мы скажем, что объект это будет, SetOrigin будет вот здесь, по 3D курсору, тогда мы можем R, по Z немножечко это двинуть, чуть-чуть вот так, чтобы зазорчик был. После этого спокойно берём и... Нет, пока не берём спокойно. Мне здесь надо ещё заклёпки поставить. Сколько времени-то? 25 минут ещё, если замок придётся в другом видео делать. Показал закончил. Всё.